Легенды Крыма Кыскуле девичья башня Судакская легенда Говорят в те времена, когда над Сугдеей господствовали греки, эта башня уже существовала И в ней жила дочь Архонта, гордая и неприступная красавица, какой не было в Тавриде Говорят Диафант, лучший военачальник Митридата, тщетно добивался ее руки И местная знатная молодежь не смела поднять на нее глаз Не знали, что девушка любила Любила простого деревенского пастуха, как казалось по его одежде Однажды дочь Архонта пошла на могилу своей рабыни под скалой в лесу Несчастная девушка, любимая прислужница ее сорвалась со скалы и убилась По обычаю ее там и похоронили И по обычаю на могильной плите сделали углубление Чтобы собиралась роса и птицы, утолив жажду, порхали над ней и пели усыпшую песню рая Дочь Архонта пошла прикормить птиц и увидела у могильной плиты пастуха Юноша задумался Благородное лицо его дышало грустью А кудри пышных волос смеялись встречному ветру Дочь Архонта спросила, кто он? Как видишь, пастух А откуда, и сам не знаю Смутно помню какую-то иную чудную страну Высокие колонны, храм А был или не был там, не знаю И девушка улыбнулась Она тоже, как сон, вспомнила тот город с колоннами, храмами и мавзолеями Откуда ее привезли в раннем детстве Разговаривая, не заметили Как ушла грусть и пришла радость Как не стало между пастухом и дочерью Архонта разницы Их положение И как согласно стали биться их сердцам С тех пор только прекрасным пастухом жила дочь Архонта А пастух узнал, что среди богов и людей не было его счастливее Плита стала алтарем Небесная роса сближала их с горной высью А песнь птиц казалась священным гимном любви Но как-то увидели их вместе и донесли Архонту Вне себя Архонт приказал схватить пастуха И бросить его в каменный мешок под башней к Искуле Прошло несколько дней Пока ветер донес до слуха об изумевшей от горя девушке Стон заключенного Поняла она все И ночью спустилась по веревке в колодец и спасла любимого Без сознания лежал пастух на полу в замке царевны Когда отворилась дверь и вошел Архонт Он гневно поднял руку, но тотчас опустил ее На груди юноши он прочел знак только ему одному известный И узнал, кто был пастух Молнией пронеслась в памяти битва двух городов Плен его семьи и его горе без границ Когда из плена не вернулся его первенец Смертной бледность покрыла чела Архонта Ужас овладел им Но придя в себя, он потребовал врача и приказал спасти умиравшего Я не хочу отравить печалью добрый порыв моей дочери Ты должен спасти его И юноша был спасен Вскоре отходил корабль в Милету Архонт приказал выздоравливающему Готовиться в путь, отвезти государственную запись Через год, сказал он тихо дочери Корабль вернется назад Если твой возлюбленный не изменит тебе Ты увидишь на мачте белый знак Я не буду противиться вашему счастью Но если ты не увидишь этого знака Ты не должна печалиться, что не отдала руки Недостойному Что не отдала руки Недостойному И ты должна обещать Без слез и возражений Отдать ее Диафанту Отошел корабль с приказом вернуться через полгода И с тайным наказом Корабль начальнику оставить юношу в Милете До следующего прихода корабля Потянулись серые дни Ползли, как медленная черепаха Полную свободу дал дочери Архонт Но свобода одиночества Самая полная из всех В то же время и самая тоскливая Заперлась дочь Архонта в девичьей башне И только изредка спускалась к могиле Где впервые узнала пастуха Так прошло лето На исходе был месяц сбора винограда Наступал листопад Стал чаще посещать страну бог туманов И по ночам являлся царевни Неясным стариком Седая борода которого обвивала замок Обвивала замок и тонула где-то в морской доли На серебристом отцвете луны Закрывал туман эту даль И туманился взор девушки безответную тоскою Однажды, когда проглянувшее солнце угнало туман в горные ущелья Сугдейцы увидели свой корабль Опускавший паруса у самой пристани Увидела его и дочь Архонта Но не увидела на нем белого знака Бледной, гордой и красивой Как никогда вышла она к рабыням И приказала подать лучший хитон, лучшую тунику И диадему из опала и сапфира Одевая царевну прислужницы Удивлялись и я ушедший от земли красоты Теперь позовите Диафанта Вбежал влюбленный в начальник Митридата По ступеням башни к Искуле И очарованный бросился к ногам красавицы Слышал ли ты, Диафант, когда Диафант, когда Как любит греческая девушка Скажи Евпатору, что ты сам это узнал И дочь Архонта сверкнула на чужеземца Гордостью и красотой Быстро подошла к картке окна И бросилась в бездну